Любишь кататься, люби и саночки возить. Эту мудрость участники всероссийского турнира усвоили, как никто другой. Перед каждым заездом небольшая утяжелительная прогулка. Нужно доставить 16-килограммовый снаряд на стартовую площадку. После этого обязательная процедура измерения температуры полозий саней. Она не должна быть больше 0 градусов, чтобы во время спуска все находились в равных условиях. Кузбассовец Алексей Ивашенко с детства любит кататься на санях, поэтому в тонкостях скользящих железных коней разбирается на отлично. Детские меньше весят, легче управлять. Но другие, но детские это детские. Ну и все равно там это еще тоже детские. То, что взрослые там 20 килограмм весит. 24 участника из Кемеровской области и Красноярского края борются за рейтинговые места. Этот старт своеобразное подведение итогов года. Но прежде чем приступить к соревновательным заездам, спортсмены несколько дней проводят в тренировочном режиме, чтобы затем в трех заездах показать лучшее время. Ну или финишировать. Главное, чтобы это произошло в контакте с санями. Вот уже в этом возрасте видно их упорство. Кто-то берет санки и выходит из желоба, а кто-то продолжает свою борьбу и ходит там и ползет. Но главное, что он в контакте с санями и дошел до финиша. То есть здесь вот видно, что спортсмен уже начинающий понимает, что да, он потерял время, да, он безнадежно отстал, но он не выбыл из соревнований. Красноярский саночник Семен Миков по итогам двух заездов показал лучший результат первого соревновательного дня. Начинающий спортсмен уверен, в этом виде спорта главное не бояться скорости и умело работать плечами, руками и ногами. Одним словом, управлять снарядом, летящим по ледовой трассе. Из-за техники, ну все равно нигде еще не получается, так еще нестабильно иду. Вот первый заезд проехал за 51-0, а второй заезд уже проехал за 51-50-0, уже на секунду себе привез. Семен, как и большинство молодых спортсменов, приехавших в Кемерово, предугадать исход соревнований не берется, ведь все может измениться. Тем более, что у саночника впереди еще два соревновательных дня на высоких скоростях. Татьяна Савельева, Дмитрий Фокин, новости моего города. Татьяна Савельева, Дмитрий Фокин, новости моего города.